привет еще раз 30 декабря пивная пятиминутка или а вот к нам и self made уж к пожаловал blades of chaos надеюсь правильно прочитал нигде нету повтора без без как она его называется то не прописное буквами опечатками видимо нет ну будем считать что правильно прочитал blade of chaos оранжевая банка я щас нихрена и сначала не мог понять что там нарисовано вот сейчас стоял такой смотрел счетом нарисовано клинки нарисованы в каком-то понимаю адском водовороте тут цепи еще нарисованы ну сейчас я вы поймете к чему это все здесь это у нас без кост ай пи эй 73 процента алкоголя красота совмей дужки кстати сразу сразу прям по дате четвертое десятое блин два с половиной месяца надеюсь хмеля на месть интересный первый нос такой молочный аромат опять же слушайте на вчерашний похоже ну будем надеяться что вкус будет немножко другой давайте прочитаем все-таки что это за клинки и какого черта они делают тут на банках на банке так грозное оружие служившая главным устрашением не только для смертных но и для обитателей олимпа попало в руки спартанца находящегося на службе у беспощадного ареса ареса клинки стали частью белого воина с их помощью он выполнял любые приказы бога войны но впоследствии они обратились против их владельца и всех олимпийских богов данный сорт в стиле west coast ipa пивовары посвящают легендарной серии игр и заряжают его на на учебе написал на таки сферами на на таки сферами хмелей сабра и чинук здесь у нас сабра и чинук west coast ipa а уже другой аромат пошел семечковый какой-то странный аромат ладно еще оставим пусть немножко еще у нас пенка а мы тут осядет а мы тут почитаем что у нас по всякой вот этой вот штуковине это пиво светлое пиво светлое видеть sb american pilsner это не так его провели по этой как у них там это регистрации не пастеризованы наконец-то не пивной напитки до пиво светлое не пастеризованное нефильтрованное не осветленное алкоголь 7 и 3 сусло 17 процентов хорошечно hops and address sabro cryo sabro чинук тут еще и края есть собра прикольно и бью 56 вчера было 55 сегодня 56 то есть будет опять же очень-очень так хорошечно горьковато но вчера я явно было больше пятидесяти пяти это было потом конечно после пару глутков все забилось но первое впечатление скетка криво наклеена первое впечатление там было такое приличное составчик остался нам зачитать вода сол пиваренный чменный светлый хмель гранулированный дрожжи все закончились официальность маленьких этикетка дорогущие этикетки блин рифленые тут гладкие тут рифленые черт летаешь те кто позволил вообще зимой тут летать все теперь приступаем приступаем так это у нас мелкая взвесь плавает это у нас дрожжи и они не кучками да уже не лепешками они вот прям все отдельно плавают такая стая прикольно кстати по поводу эту форштадтского я понял что там за кинучка вот это было которая обволакивает язык если посмотрите превьюшку там можете может быть если будет там хорошие качества увидите плавает такая хрень смоленистая найти кого-то сопли вот в воде то есть блять фильм пиво фильтрованная пастеризованная в итоге у меня какого-то хрена осадок пиво не просроченная у меня просто осадок был на дне когда я полностью удалил я просто охренел когда это увидел то есть понимаете какое качество форштадтского но теперь но это точно это номер один антирейтинга это просто какой-то жесть просто какая-то жесть вообще охренел я когда увидел во первых это выглядит очень противно это не вот эти вот дрожжи да какие-то плавают даже вот хлопья вот если взять какие-нибудь вайцены да там ну они уже скуксиваются и хлопьями падают вот эти дрожжи а тут просто вот тягучая какая-то смоленистая хрень плавала я чуть не проблевался конечно когда увидел этому что за блять я понять не мог во первых что это это вроде как бы и не дрожжи потому что все у нас фильтрованная но что это может быть я просто охренел честно слово форштадт вы конечно зашквар полный в общем но он такой прозрачный довольно точно не осветленная осветленная ну ладно поверим так еще раз о сладковатый появился слушать постоянно аромат меняется сладковатый как будто персиковый аромат интересный аромат давайте пробовать молочный молочный привкус идет как будто молочный стаут там точно глюкозы не добавлено горечи мало меньше чем вчера в разы прямо меньше так что я не знаю как они там ее замеряют потому что вчера явно было больше 55 а здесь явно меньше чем вчерашний заявленный 55 тут явно меньше 56 может я просто слишком аккуратный глоточек сделал давайте попробуем залпануть горечь вот на послевкусие она еще приходит а это что было сейчас мельком как будто алкашка пробежала таким знаете мельком типа не забывай здесь 7 и 3 а так это блин это как-то вот сливочно серьезно как будто молочный стал только не стал без жонки обволакивающим опять же да как форштадтская только тут нету такого форшмака который мне там выпал это обволакивающий язык напиток это так сливочно-молочно интересно это видимо вот хмеля чё у нас там чинук и сабра да вот такое сочетание не дает ну да как будто сливки попил я не знаю прикольно но горечи мне не хватает это минус она есть вот не на глотке она на послевкусие думаю чувствуешь у тебя хмель стоит ну и плюс опять давайте же думать что хмеля подустали потому что больше 2 2 месяца в пиву будем так думать что было свежим она очень и очень даже хорошечь в принципе это вкусно вот это молочный вот привкус дал сливочный или как его назвать сливки молочный мне в принципе нравится и он такой не выпирающий не думайте что там прямо молочный молочный он такой вот легонький на излете такой нежненький очень то есть он не надоест когда вы будете допивать эту банку он будет просто с вами такой рядышком сидеть но не надоедать все а сегодня заканчиваем завтра у нас последний день года даже не верится а послезавтра каналу будет два года да да прикольно послезавтра каналы будет день рождения будем его отмечать как я уже говорил саботажем потому что послезавтра это у нас воскресенье но завтра будем первым номером конечно же саниночка а вторым номером заканчивать self-made то есть в общем и целом год я буду заканчивать крафтиком охмелённым и это меня очень радует если верить примете то получается что следующий год я буду проводить также с крафтиком и охмелённым ну в большей своей части потому что я много беру кстати и не охмелёнок крафтовых потому что выходят какие-то серии картинки какие-то прикольные ну серии это я имею ввиду юбилейные серии и мне это радует что это рис и это выдержанные в бочках со всякими ништяками рис и вы в следующем году обязательно это все увидите что у меня там припасено но и просто даже всякие вот томатку недавно купил тоже с прикольным рисунком то есть ночью делать сейчас я коллекционирую рисунки ну и плюс надо уже этот не только одни в крафте пить правильно охмелён очки надо уже и все все потихоньку дегустировать конечно так дегустирую но вот сауров меня вот нашим саботажем хватает сауров ну и короче все запиздился завтра будем поздравляться с наступающим новым годом а послезавтра уже с наступившим будем поздравляться все не болейте берегите себя за вас это прекрасное пивко хорошо молочно как сливочным береги себя не болейте берегите себя будьте здоровы открывайте для себя новые стиле пиво west coast это отдельный стиль кстати а ну да по градусам тогда это паскос он должен быть жестким он вам не нью-ингланд и всякие там вермонты те же самые исков свои скост и открывайте для себя новый пивоварни self-made конечно же кто может сказать что-то против self-made ну может кто-то который сильно сильно искушен может сказать я пока нет я не настолько оборзел мне пока все нравится мои по идее я думаю иначе и не могло и все завтра увидимся будем провожать старый год старый новый год год тигра давайте пока